Пойдемте обсудим. За, против. Да я по-любому воду голая из воды. Кто вам сказал? Мне больно? Так это же идеально, ё-моё! И это не потому, что это вязаный купальник, а потому что это физика. Смущают торчащие сосульки. Жарко обычно окружающим. Это очень важно подобрать правильную пряжу. Всем привет, с вами Юля Фэнси. В данном видеоуроке я хочу с вами разобрать популярнейшие мифы про вязаные купальники. Пройдемся по списку. Я выделила, ну, пять таких самых, более-менее популярных мифов про вязаные купальники. Первое, это нельзя купаться. В купальниках нельзя купаться. Второй миф, в них некомфортно. Обязательно об этом говорим. Это прямо мое любимое. Третий миф, купальник растягивается. При выходе из водички, значит, плавочки намокнуты и все, слетят с вас. Поговорим об этом. Четвертый миф долго сохнет. Да, пятый миф. В вязаных купальниках жарко. Пойдемте обсудим каждый из этих мифов подробненько. В данном видеоуроке я высказываю лишь свое мнение, которое опирается на многолетний опыт и тесты купальников в деле. Начнем наше обсуждение. Первый миф. Нельзя купаться. Кто вам сказал, что в купальнике нельзя купаться? То, что он вязаный, это вообще ничего не значит. Это очень неприятно. Или вы все еще думаете, что вязаные купальники только для секси-фоточек в соцсети? Я испытывала свои изделия и с солеными морями, хлорированными басиками, сельскими речками, болотными озерами. Мы с ними прошли огонь и воду. Скажу так, что в своей практичности вязаный купальник, но ничем не уступает обычному купальнику. Главная задача связать удобный купальник. Да и вообще, любая вещь, будь то лифчик, платье, купальник, трусы, в ней нам должно быть удобно. Эта вещь должна приносить нам комфорт. И тут мы плавно подошли к мифу о комфорте. Если надеть купальник из ткани на пару размеров меньше, нам будет некомфортно. Нам будут впиваться в наши бакалямочки, и у нас все будет вываливаться, и мы будем чувствовать себя неудобно в нем. Связаны вещи также. Достаточно связать купальник по вашим персональным меркам, и вы удивитесь, насколько вам удобно и комфортно. Но здесь важно подобрать именно ваш фасон, в котором вам реально на все 100 будет удобно. Приведу себя в пример. У меня очень сильно выпирают ключички. И когда я вяжу у себя купальники на тоненькой лямочке, они прям впиваются мне в ключицы, и мне не то, что не комфортно, мне больно. Для себя я нашла такой выход. Я вяжу себе лямки толще, и они позволяют плавненько ложиться мне на ключички и не делать мне больно. Но лучшим решением это вязать себе купальники не вот так вот, которые завязываются на шее, и вот в этих местах мне впиваются в ключички, а вязать вот такого формата купальники и топы, чтобы лямочки находились на краю моей ключицы, не вот по центру, и не давили мне. Сейчас покажу сзади, как это выглядит. Видите? Корсетная вязка, и спереди на ключички мне ничего не давит. И сзади это выглядит вот так вот. Ваша задача для себя нащупать вот этот вот тот самый фасон, в котором вам будет просто наикомфортнейшим образом сиять на пляжах. Некоторым некомфортно, что вязанный купальник облегает наши женские формы, и при намокании в воде некоторые части ну прям таки выделяются. Смущают торчащие сосульки. Вшиваем чашечки, и все, в ваших руках готовый вязанный лифт, который все прикрывает и даже преувеличивает ваши объемы. Девочки, мне ли вам рассказывать, что такое кушап? Еще одна важная микро-тема, которую хотелось бы затронуть. Это подкладка для трусиков. Я вяжу плотно, поэтому у меня ничего не просвечивает. Я никогда не вшиваю подклад, терпеть его не могу. Вяжу плотно, он мне не нужен. Но если вдруг ваше вязание чуть рыхловато, подкладка станет вашим другом. Потому что все-таки вязаная вещь имеет такое свойство дырочки, и наш горошек может быть всем виден. А что произойдет, когда мы намочим купальник? Да я по-любому воду голая из воды, плавки с меня свалятся. Слышали ведь, да, такое? Скажу вам честно, это реально. Но если мы неправильно подберем пряжу для нашего вязаного купальника, это очень важно подобрать правильную пряжу. Купальник должен облегать нашу фигуру и на суше, и в воде. Для этого в составе пряжи обязательно должен присутствовать эластан. Мой фаворит это Alize Diva Stretch. Это искусственное волокно, в составе которого есть 8% эластана. Пряжа очень мягкая, комфортно вяжется, и ниточка у нее такая пружинистая. Из нее получается вот такое вот изделие. Видите, как оно растягивается? При намокании данная пряжа ведет себя точно так же. Растягивается и принимает свою форму обратно. Поэтому купальник из такой пряжи с нашей попки не упадет при намокании. Собственно. Все вот эти вот купальники, которые вы сегодня видели на мне, или которые я вот так вот перед вами показываю, я их связала из Alize Diva Stretch, из микрофибры в составе с эластаном. А что если использовать хлопок? Класс! Я обожаю хлопок за его качество. Но чисто хлопковый купальник в воде будет капризничать. Я в основном вяжу себе топы из хлопка, но не купаюсь в них. Пользуясь случаем, хочу вам рассказать, что у меня есть вот такой вот готовый мастер-класс на этот стилевый лип, который можно носить в повседневной жизни как аксессуар и стилизовать его с любыми... Кекси. ...образами. Если хотите его приобрести, пишите мне в соцсети. Договоримся. Если я для себя решила связать купальник именно из хлопка, я в обязательном порядке ввязываю в рабочую нить вот такую вот ниточку прозрачную, называется спандекс. Давайте поближе покажу. Видите, она какая? Тянучая, тянучая, прозрачная, в изделии очень незаметная. Привет, зайчик. Что это такое? Это тот же самый эластан, который присутствует, например, в Ализе Диви Стрейч. Он уже там присутствует, а в стопроцентном хлопке у нас ничего нет. Но мы с вами умненькие, и мы дополнительно ввязываем в наше полотно вот эту вот нить. И тогда купальник из стопроцентного хлопка будет держать свою форму точно так же, как и любой другой купальник. Собственно, главное, что нам нужно запомнить, это эластичная пряжа. Либо же, если мы берем хлопок, мы сами делаем эту пряжу эластичной и ввязываем в нее сами дополнительно эластичную прозрачную нить. Все, все очень просто. И тогда вы точно не потеряете плавочки, выходя из воды. Ох, сколько же боли вот в этих всех словах. Я очень хочу развеять именно этот самый ненавистный для меня миф. Мои наблюдения подсказывают мне, что вязанный купальник сохнет ровно столько же, сколько и обычный купальник. Но, повторюсь, в сотый раз, если он связан из правильно выбранной пряжи. Первым делом я предлагаю вам разобраться, что же это такое вообще за волокно под названием микрофибра. Если мои слова вас не убедят, предлагаю самостоятельно зайти в гугл и написать Свойства микрофибры, как долго она впитывает влагу, как быстро она ее отдает. И вы сами все увидите. Микрофибра это искусственное волокно, состоящее из соединения полиэстера и полиамида. Волокно очень тонкое, тоньше хлопка и отличается особой прочностью и износостойкостью, что, кстати, даст нашему изделию долгие годы жизни. Также для микрофибры характерна ее капиллярность, то есть способность впитывать воду. А мы ж купальник вяжем с вами, да? Так это же идеально, ё-моё, они созданы друг для друга. Микрофибра и купальники с ее свойством испарения и впитывания воды. Хлопок сохнет дольше. Да, это факт. Но не целыми же сутками. Обсудим с вами физику высыхания воды. И пару советов о том, как сушить вязаные изделия. Если содержание воды в воздухе окружающей среды ниже, чем содержание воды на нашей влажной одежде, то наши капельки с одеждой будут испаряться в окружающую среду до тех пор, пока не наступает равновесное состояние. Либо же, пока не кончится наша влага на одежде, пока она полностью не испарится. Ну, то есть она высохнет. Если влажность в воздухе повышенная, и она примерно на таком же уровне, как и влажность нашей одежде, то наступило равновесное состояние, и влага с нашей одеждой высыхать не будет, как бы мы ни старались. И это не потому, что это вязаный купальник, а потому, что это физика. Любая влажная одежда перестанет высыхать во влажном помещении. Поэтому эффективнее всего сушить нашу влажную одежду в теплом, сухом и хорошо проветриваемом помещении. И тогда наша влажная одежда будет высыхать быстро. Пятый миф. В вязаных купальниках очень жарко. Если они из стопроцентной шерсти, то да. Фух. Но мы же с вами еще пока в здравом уме, и понимаем, что в купальнике с начесом нам будет не камильфо. Возвращаемся к разбору состава пряжи. Все упирается в нее. Смотрите, вы же носите летом одежду из хлопка. Вам жарко? Знаете такую деталь пляжного гардероба, как парео? Так вот накидывают ее сверху на купальник. В такой жарко? А между прочим, она также делается из микрофибры. Летние сарафаны, шорты, юбки, топы, платья шьют из микрофибры. Мы же их носим, и нам в них комфортно летом. Да и вообще, скажите мне, пожалуйста, как вот в таком вот малюсеньком треугольнике на нашем теле может быть жарко? Жарко обычно окружающим от вашего эффектного вязаного купальника на пляже. Не более. Вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать про вязаные купальники. Как вы думаете, получилось у меня развеять у вас хоть один миф по поводу купальников вязаных? Скажите мне, пожалуйста. Поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по поводу мифов, касающихся вязаных купальников. И вообще, есть ли у вас в арсенале вязаные купальники, и как вы к ним относитесь, за, против? Делитесь в комментариях, будет очень интересно почитать ваши отзывы. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok